Здарова! С вами настольный сюр. Давненько не виделись в рамках обзора Unmatched. А тут приятный повод. Наконец-то стартует предзаказ на коробочку с красной шапочкой и Биавульфом. Потому сегодня оперативный выпуск. Но сначала небольшое обращение к постоянным подписчикам для тех, кто не впервые смотрит меня. Ребята, я как-то уже месяца полтора назад делал обзор на Monster Apocalypse и просил переходить по ссылочке в описании, делать предзаказ. И я хочу сказать просто вам большое человеческое спасибо. Вас набралось большое количество. Сумму мне не разрешили рассказывать, но все равно ваша поддержка была сногсшибательная. Спасибо вам еще раз огромное. Поклон в пол. Целую в обе щеки. И эта поддержка помогла мне прожить вот в нынешнее тяжелое время и до сих пор продолжает. Да, и еще раз спасибо. А теперь переходим к обзору красной шапочки и Биавульфа. Начнем мы с героя англосаксов Биавульфа и его помощника Виглофа. Итак, Биавульф это яростный берсерк. Если его заменить на Кратоса из Годов Вара, ничего не поменяется. Вот прям идет вперед, бьет топором лицо, лицом топор. Короче, уничтожает в рукопашке все, что видится. И он очень зол, он очень яростен. И это отображено в его карточке. Его способность заключается в том, что когда он получает урон, он генерирует ярость. До трех может ярости иметь на себе. И начинает игру с одной яростью. За ярость он может усиливать и прокачивать свои способности, свои карточки. Имеет 17 хп, это прям очень много, это прям хорошо, это прям хорошие характеристики. Вторую скорость, ну маловато конечно, но мы привыкли. Давненько не было героев с третьей скоростью, потому 2 это норма. Виглов, Виглов тоже хорош, та же вторая скорость. Плюс 9 хп, помощник с 9 хп. Это тоже отличный претендент. Короче, выглядят они великолепно. Начнем мы с защитных карт. Ну, точнее, с защитной карты. Потому что, как я сказал, Биовульф это яростный берсерк, который любит получать урон и который не особо хочет его защищать. Потому защитная карта всего одна. Гренделю равный. На самом деле, великолепная карта, имеет 3 защиты, что само по себе круто. И если вы потратите 2 ярости, вот первый способ потратить ярость, то вы наносите урон оппоненту, равный его атаке. То есть, значение, которое у него нарисовано на карте. И, например, это укус волка, да форма волка у Дракулы. Сколько бы карт он ни скинул, в ответку мы нанесем ему 6. Но это 6 урона, которые невозможно заблокировать. Это мега круто. Да, конечно, можно сыграть эту карту против какой-нибудь атаки силой 2. Но 2 в ответ тоже хорошо. Возможно, 2 ярости тратить на 2 урона в ответ не так вкусно. Но благо мы можем это сделать в конце боя и посмотреть по ситуации. То есть, если урон силы 3-4, я бы делал 5-6 точно безоговорочно, 2 скорее нет. Дальше перейдем к универсальным картам, которых у Биавульфа 3. Первая наша старая добрая уловка. Наша старая добрая отмена способностей. Используем в защите, в атаке только на крайний случай. Но идем дальше. Стычка. Универсальная карта, 4 в атаке, 4 в защите. Супер. Учитывая, что у нас с защитой довольно плохенько, в защите играется самое оно. Плюс можно оттолкнуть. Да, если, например, вас бьет помощник, а вы хотите уйти и догнать какого-нибудь героя, просто отталкиваем помощника. Либо мы можем оттолкнуть героя, который рукопашник, чтобы в конце нашего боя, то есть на нашу вторую атаку, на нашу второе действие мы используем стычку, бьем его, отталкиваем и в следующий ход вражеский герой должен к нам подходить. То есть тратить одно действие, чтобы до нас дойти обратно. Хорошо? Хорошо. Суперская карта. Ну и небольшая ульта универсальных карт. Конунг славный. В чем суть? У карты отвратительные статы. Один в атаке, один в защите. Против уловки мы вообще не хотим ее использовать. И по возможности мы хотим ее использовать в атаке. Но если к нам не пришел, например, Дракула с веером карт в руке, или Джейкл с Хайдом, тоже с веером карт, вероятно, они будут использовать свои суперудары, свои ульты. И против них можно и в защиту сыграть, в принципе. Свойства карты позволяют нам скинуть сколько угодно ярости, то есть от одного до трех. И за каждую ярость увеличить значение на два. И в итоге, если мы максимально яростные, у нас 7-7, то есть в атаке и в защите. Ну вот, в защите очень редко используем. А 7 в атаке, это очень вкусно. 7 в атаке, это великолепная карта. Жалко только, что мы всю ярость сбрасываем. Дальше идем по спецприемам. Кубок дивно украшенный. Очень похоже на карту, которая была у Алисы, но работает немножко иначе. Мы можем потратить сколько угодно ярости, и за каждую ярость выбрать одну из способностей, которые представлены ниже. Одну способность можно использовать один раз. Мы можем взять две карты. Супер. Можем восстановить два здоровья. Супер. Учитывая, что мы постоянно получаем урон для ярости, нам восстановление нужно. Плюс мы можем подвигаться до четырех клеток. Если мы хотим кого-нибудь догнать, от кого-нибудь убежать, тоже отличный вариант. Короче, суперская карта, всем рекомендую. Сила и храбрость. Вот, хорошая, приятная, противная для оппонента карта. Мы играем этот спецприем, выбираем оппонента, он сбрасывает одну случайную карту, и за значение его усиления мы получаем столько ярости. Очень приятно. Да, конечно, если он сбросил карту с усилением 1, это не так, чтобы очень круто, но все равно ярость мы получили. Конечно, самый прекрасный вариант, если мы сбросили ему какую-нибудь, да, ультовую карту. Экскалибур, форму волка, ярость Хайда. Вот это вот все. Там и с усилением все хорошо, так и сильный урон мы запревентили, заставили оппонента перестраивать свою тактику. Короче, карта огонь. Последний спецприем для Виглофа. Это круговая атака на 1. То есть вы всем в округе наносите 1 урона. Внимание! Всем! Включая Биавульфа, если он рядышком. Но это позволяет, во-первых, нам получить ярость. 1 урон это прям хорошо. Мы любим получать несколько раз по 1 урону, чем много. И если мы задели Биавульфа этой атакой, то мы получаем дополнительное действие. По сути, Виглоф стоит сзади Биавульфа. По желанию, можно, конечно, кого-нибудь ударить врага, но в первую очередь мы бьем Биавульфа, чтобы накачать его яростью. 1 урона он как-нибудь восполнит. Учитывая, что у него 17 хп, он это переживет. Не маленький. По сути, Биавульф за 1 урон получает 1 ярость. И начинается обычная активация. Переходим к атакам. И снова с Виглофом. Жаждущий битвы. Позволяет вам нанести 3 урона, а после боя поменять местами Биавульфа и Виглофа местами. Суперская карта для позиционирования. Можно спасти Биавульфа, если что, а можно, наоборот, привести его к оппоненту. Если вы расставили в разные части карты своих персонажей, и оппонент убегает от Биавульфа, то можно подойти к Виглофам и телепортнуть Биавульфа к вражескому герою. Отличная карта. Как бы хорошая, подспорье для сокращения дистанции, для спасения. Ну и 3 урона, это, в принципе, норм. Никто не сравнится. Для Биавульфа 3 урона и интересное свойство. Если вы сражались с помощником, да, то есть с каким-нибудь Ватсоном, каким-нибудь Бармаглотом, да, каким-нибудь жирным помощником хорошим, то вы можете потратить 3 ярости и добить этого помощника. Просто ваншот. Но вам нужно нанести хотя бы 1 урон, то есть победить в бою, и потратить 3 ярости. Да, вот для персонажей, которых я перечислил, для Ватсона, Бармаглота, возможно, еще для Короленя карта хорошая, да, то есть вы сразу убиваете помощника, лишаете оппонента тактического преимущества, лишаете его возможности использовать сильные карты для помощников. Да, персонажи, у которых нет помощников, или помощники одновундовые, эта карта не нужна, она как бы не роляет. Потому что если вы победили, вы и так его убили. Для помощника Синбада не надо тратить такую карту, но в принципе для Короленя, Ватсона и нашего прекрасного Бармаглота использовать можно. Правда, 3 ярости это прям много, да, как бы ярость есть на что тратить, помимо этой карты. Ну а так, в принципе, атака третьей силы, и как бы пусть будет. Иногда может и сралять. Если стреляет, весело. Сражение насмерть. Честная карта, 4 в атаке. Если вы победили, возьмите 2 карты. Если проиграли, оппонент берет 2 карты. Справедливо, для честных воинов. Но, в принципе, отдавать 2 карты оппоненту не очень хочется, потому используйте на свой страх и риск. Я бы сказал использовать, когда у вас осталась 1-2 карты, и вы хотите набрать руку побыстрее. Хотя 4 атаки вполне вероятно дадут вам возможность добрать их более-менее уверенно. Особенно, если вы будете помощников бить. Следующая карта, эпическая поэма. Великолепная, сразу говорю, потому что 2 атаки. Мало, да. Но вы немедленно получаете ярость. На халяву, просто с ничего. И можете, ну точнее не можете, а по сути в процессе боя прибавляете 1 к значению за каждую ярость, что у вас есть. То есть это, по сути, минимум 3 урона. Если вы подготовились, и у вас есть хотя бы 2 ярости, то это карта с силой 5. Просто хорошая, великолепная карта. И грех не использовать. Да, уловку мы не очень сильно хотим поймать, но если не она или другая отмена, у нас все очень хорошо. Атака силой 5. Во. Ну и одна из самых сильных карт этой колоды Древнее Наследие. Вы имеете карту с атакой 3. Ее невозможно отменить. То есть мы вообще ничего не боимся. Никаких отмен, никаких уловок. Ну, мы боимся большой защиты. Дальше. Мы можем потратить 2 ярости, чтобы значение этой карты стало 5. То есть просто тратим 2 ярости, и у нас вместо тройки пятерка. Плюс мы можем потратить еще одну ярость, как бы третью или только ее, чтобы усилить эту карту. То есть мы сбрасываем другую любую карту, и значение ее усиления, значение справа, которое маленькое написано, прибавляем к атаке этой карты. То есть, по сути, если мы сбросили 3 ярости, мы получили неблокируемую атаку, неотменяемую атаку пятой силой, плюс усиление, а усиление у нас есть единичка, двоечка и троечка в этой колоде. То есть мы можем максимум атаку силой 8 сделать, которую нельзя отменить. Это супер. Это великолепно. Это отличная карта. Именно для нее мы получаем ярость, для нее мы эту ярость копим, и для нее мы хотим эту ярость использовать. Короче, вот великолепная карта, две штуки, да, хотелось бы, конечно, 3, но она хороша. Небольшой итог по Беовульфу. Беовульф уверенно сильный персонаж, да, он не имба, но он прям хорош. Им можно играть, им прям легко можно побеждать. Единственный минус, да, что у него нету защиты. Если у вас большое количество атак, то вы можете стабильно его убивать. Но у него много хп, у него есть возможность отхилиться, и за атаки он получает ярость. Потому он, повторюсь, хорош в этом аспекте. Он может яростно и сильно много нанести урона, и вам, да, необходимо против него использовать побольше защиты, и по возможности атаковать его сильными картами. То есть если вы много раз нанесете ему по одному-два урона, для него это не особо критично, но он получит много ярости, и вы об этом пожалеете. С другой стороны, если у вас нету сильных карт, и вам приходится ковырять его маленькими уронами, он вас, скорее всего, сожрет. У него нету атак дальнего боя, и его можно катить стрелками, да, потихонечку отстреливать издалека, отходить, но он всегда может усилить свое передвижение, прийти к вам и воткнуть топор вам в лицо. Поэтому вот такой вот персонаж. Короче, он хорош, у него есть свои минусы, но и плюсов тоже в количестве. Огромный урон, в частности, это главный его плюс. Второй персонаж, Красная Шапочка. Она очень интересный персонаж, очень необычный персонаж, и очень сильный персонаж, забегая вперед. В чем ее особенность? У нее, как бы, нету своей спецобилки, как таковой, но у ее карт появились масти. Это шкура волка, это ножи, и это цветы. Ну, для простоты, волки, ножи, цветы. И суть в том, что когда вы разыгрываете карту, у нее есть дополнительное свойство, которое работает только тогда, когда предыдущая карта имела ту масть, которую требует свойства. Надеюсь, понятно объяснил. Дальше, если что, поймете, когда вы видите сами карты. У Красной Шапочки очень мало ХП. 14. Прям... Очень маленькая девочка, но ей есть чем защититься. Также у нее вторая скорость. Норма. Мы к этому пришли. И у нее есть охотник, который умеет стрелять и тоже имеет 9 ХП. Помощник у нее великолепный. Начнем также с защитных карт. Первая шкура волка. Две в защите. Если мы играем эту карту поверх карты, которая имела масть волков, то мы добираем две карты. В принципе, не очень хорошая защита, в принципе, не очень сильная карта, но добор приятный. Учитывая, что нам постоянно нужно комбинировать масти, нам желательно иметь много карт на руке, чтобы подстраиваться под ситуацию. А учитывая, что эта карта универсальная, в принципе, можно и охотника засейвить. Зачем же у тебя такой большой рот? Тоже две защиты, но способность великолепная. Похоже на карточку Биавульфа. После боя нанесите урон оппоненту, равный его атаке. Опять-таки, форма волка, экскалибур, бревно нашего любимого снежного человека, вот это вот все летит им в ответку. Да, без усиления, без всего, но там пять-шесть урона нанести в ответ, который невозможно заблокировать, это очень и очень круто. Повторюсь, великолепная карта. Да, хотелось бы, конечно, третью защиту, но и так было бы жирно. Ну и да, по мастям там то же самое. Ножи дают, а требуют волков. Вглубь леса. Довольно уникальная карта для игры, потому что это спецприем, позволяющий подвигать красную шапочку на три клетки и получить доп. действия. По сути, халявное перемещение шапочки на три. Но, в чем особенность этой карты, что есть три карты в колоде, и у каждой из нее своя масть. Да, то есть, есть вариация с мечами, есть вариация со шкурой, есть вариация с цветами. И в зависимости от ситуации как бы нужно использовать ту, которая вам подходит в данный момент. Обидно бывает, когда вам срочно нужно кого-то догнать, а масть, которая к вам пришла в данный момент на руке, вообще вам не вписывается в вашу как бы кривую разыгрываемых карт. И вот тут надо смотреть по ситуации, конечно же. Но сам эффект сильный, и то, что карта разнообразная, прикольная. Мне нравится. Мрачная сказка. Карта Огонь. Вы восстанавливаете два здоровья. Но, если у вас совпала масть, да, то есть, если вы выложили поверх волков, то вы получаете аж четыре здоровья. То есть, восстанавливаете четыре здоровья шапки, а у нее всего 14. Это почти что треть. Просто мега мощно, но две особенности. Вам для этого нужна шкура волка на вашем дискарде, на вашем сбросе, а карта сама дает цветы. А вот цветы самая редкая масть в колоде, и ее и требуют реже всего, и она сама выпадает реже всего. Потому вот на топ-деке иметь цветы не самый приятный момент для вас. Потому советую сначала похилять, а потом что-то разыграть, что не сильно вам нужно в данный момент, ну, точнее, чье свойство вам не нужно в данный момент, и постараться выложить на ваш сброс что-то с нужной для вас мастью. Не сходи с тропинки как раз-таки одна из немногих карт, которую прекрасно использовать поверх предыдущей. Ибо там три способности, три свойства, которые срабатывают в зависимости от масти. Если вы положили на цветы, вы добираете аж три карты. Вам важно добирать карты, напоминаю, шапочка очень хочет большую руку. Поэтому добирать три карты это сказочно. Если мы используем эту карту поверх ножей, мечей, то вы наносите два урона всем в зоне. То есть даже не рядом с вами, а всем, кто находится в вашей зоне. Вы можете кинуть, по сути, кинжал во вражеского героя, во вражеских помощников, убить целую кучу каких-нибудь сестер Дракулы или Гарпи-Медузы. Великолепная реализация карты. Рекомендую. А разыгрывая поверх волков, вы тоже получаете очень сильную карту. Вы телепортируете шапочку куда угодно. Врагу в лицо, либо наоборот на противоположную часть карты, чтобы отхиляться. И после этого получаете дополнительное действие. То есть вы по сути на халяву перемещаете шапочку куда хотите. Великолепная карта, отличный спецприем. Переходим к универсальным картам Камни в брюхо. Вы наносите два урона в защите или в атаке, у вас масть цветы, напоминаю, редкая масть, но если вы разыграли эту карту поверх ножей, оппонент сбрасывает одну случайную карту и его усиление прибавляется к этой карте. То есть по сути у вас не два в защите и в атаке, а от трех до пяти и иногда до шести. Очень добротная карта, вы можете заиметь хорошую защиту и хорошую атаку, при этом вы лишаете оппонента хорошей карты, вероятно, ну или вообще какой-то карты. Везде одни плюсы, никаких минусов. Во. А глаза-то у тебя какие большие. Вот эта карта любит цветы. Жаль, что цветы редкие. Три в атаке, три в защите, вы отменяете все способности вражеской карты. Да, это ваш такой аналог уловки, уловка плюс. Но при этом, если вы положили поверх цветов, то вы отменяете и значение вражеской карты. То есть оппонент положил защиту четыре, а вы такие, защита ноль, и свойства твои не работают. Сработает только уловка, потому что она работает раньше вас, если вы в атаке используете. А защиту не особо я вижу причин использовать. Все-таки три в атаке, которую невозможно заблокировать, кроме уловки, ну а уловка просто нанесет оппоненту один урон. Это очень мощно. То есть три урона, которые вот вы просто стабильно вписываете в оппонента. Ну почти стабильно. Короче, тоже очень сильная карта, рекомендую. Жила-была, две в атаке, две в защите, цветы, но поверх ножей мы можем нанести три урона оппоненту, с которым бились. Супер! Хорошо и в защите, хорошо и в атаке. Смотрите, чтобы были ножи на топ-деке, на вашем дискарде, на вашем сбросе. И тогда три урона, от которых невозможно защититься. Как видите, да, частенько от шапки невозможно защититься. Это прям очень хорошо. Правда, защита не очень большая и шапочка может потихонечку заканчиваться. А что это я там несу? Это ваша чуть ли не самая важная карта в колоде, потому что имеет, во-первых, хорошие характеристики, четыре в атаке, четыре в защите. Великолепно. А во-вторых, это карта Джокер. Она, по сути, является любым значением для вашей карты, которая сыграется сверху потом. То есть вы сами решите, что это ножи, это волчьи шкуры или это цветы. Если карта позволяет выбрать какое-то свойство, да, то вы сами определяете, что было в вашей корзинке. Короче, это мощный Джокер. Прям если он выпал у вас в самом начале игры, вы в шоколаде. И прям вы очень хотите какую-то хорошую, красивую комбинацию разыграть с помощью нее. Советую, карта прям необходимая. Ну и переходим к атакам. Для чего у тебя такие большие уши? 4 в атаке, масть волки, если используем поверх ножей, то нам можно использовать эту карту в защите. Ну в принципе 4 в атаке, 4 в защите это хорошая карта, неплохая. Но конечно же не имба. Но в принципе 4 урона как бы нанести всегда приятно. Особенно если мы последствия выложим шкуру волка на наш сброс. Короче, неплохая атака. А руки-то у тебя какие большие. 2 атаки, ну вообще ни о чем. Но свое что прикольное, вы в конце розыгрыша карты можете вернуть ее себе. Вернуть себе в руку атаку силой 2, ну не то чтобы самая сильная имба. Но при этом если вы разыграли карту поверх цветов, то вы можете забрать эту карту цветов себе обратно вместо этой атаки. И это вот приятно, это хорошо, вы можете ту же корзинку себе вернуть и разыграть ее еще раз. И то, что вы можете вернуть часть карт себе на руку обратно в определенных моментах может быть очень хорошо, но не всегда работает и не всегда вам карта силой 2 нужна. Но как бы пусть будет, что бы нет. Давно уж я до тебя добираюсь. Это персональная карта охотника, одна из немногих силой 4. То есть напоминаю, что охотник у нас стрелок и он может этот топор кинуть куда-нибудь в лицо оппоненту через, ну не пол стола, но в одной зоне. не 4, а 6. 6 урона от помощника. У шапочки нет возможности вот просто нанести 5-6 урона. А у охотника есть, поэтому бойтесь охотника, если он к вам ползет. Не спроста, не спроста. 6 урона это очень мощно, даже Ватсон такого себе позволить не мог. А вот охотник с топором может. Великолепная карта, ждите пока она придет к вам в руку, а то и все 3, их много в колоде, и только потом выпускайте своего охотника. Если его убьют до того, как он сыграл хотя бы парочку, будет очень обидно. Как итог, шапочка на самом деле очень сильный персонаж. Во-первых, мощная атака охотника. Во-вторых, большое количество атак, которые невозможно заблокировать тем или иным способом. Возможность вернуть себе карту на руку. Например, можно вернуть жила-была, которая с контратаки наносит 3 урона. То есть, вы разыграли жила-была, потом разыграли большие руки, вернули жилу-былу себе на руку, разыграли какую-то карту с ножами и снова разыграли жила-была и еще 3 урона оппоненту. Короче, да, комбинации сложные, комбинации иногда не работают, но если они нормально выстроены и у вас все получается, оппонент просто воет, потому что он даже не успевает выложить карты защиты. То есть, он их просто не может выложить от моментальных атак. Плюс, у вас есть великолепный хил, у вас есть возможность перемещаться на большие расстояния несколькими способами. Короче, шапочка, она универсальная, она мощная, она живучая при своих 14 хп, но при этом очень геморройная в рамках управления, чтобы все это работало как часы, нужно как бы наиграть ее и знать, какие карты у вас есть, какие остались, какие масти вы хотите разыграть. Короче, вот с мастями сложно. Масти сначала прям ломают вам мозг с непривычки, особенно в этой игре. Но шапочка прям хороша. И в конце напоминаю, что уже открыт предзаказ, ну или скоро откроется предзаказ на эту коробочку на русском языке. Реферальная ссылочка в описании, переходите, мне будет приятно, вам тоже. Надеюсь, потому что вы получите двух прекрасных персонажей, двух сильных персонажей и двух интересных персонажей, за которых можно порубаться в наш любимый Unmatched. А у меня на сегодня все, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репостики, переходите по ссылочке в описании, не забывайте об этом. Да, можно еще поддерживать меня на Boosty, как вот эти прекрасные ребята. Ну и в целом не скучайте, не болейте, играйте сами, играйте с нами. И отнесите уже наконец корзинку для вашей бабушки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok